В прошлом году мы добавили несколько новых функций в наш движок для поддержки визуализации растительности, и команда Fortnite использовала эти функции для выпуска боевого пропуска четвертой главы. В то же время Джейкоб и его команда из Coixel проводили эксперименты, чтобы выяснить, насколько реалистичной может быть окружающая среда с помощью последних функций, которые мы разрабатываем для Unreal Engine. Сегодня Джейкоб с нами в редакторе Unreal, и мы хотим предложить вам насладиться прекрасным окружением, используя для этого внедорожник Avian R1T. Ведь что может быть лучше, чем увлекательная поездка на этом автомобиле по такому живописному месту? Avian теперь использует Unreal для создания интерактивных инструментов управления автомобилями, включая трехмерную визуализацию. Мы сотрудничали с ними, чтобы оживить R1T в этом проекте. В этом мире мы создали инструменты для динамических и интерактивных окружений. Здесь мы использовали физику ЧААС, чтобы имитировать камни, которые покатятся при проезде по ним, листья, которые сгибаются на нашем пути, а также добавили некоторые реалистичные симуляции жидкости в реальном времени. Мы сотрудничали с командой Rivian, чтобы настроить модель автомобиля в ЧААС ФИЗИКС в Unreal и симулировать подвеску грузовика, а также то, как каждое колесо приводится в движение отдельным электромотором. ЧААС также имитирует сжатие и деформацию шин, а благодаря использованию звуков МЭТА мы смогли точно повторить звуки электромоторов и сочетать их с амбисоникой джунглей. Rivian предоставил нам высокодетализированную модель пикапа, состоящую из около 71 миллионов полигонов, которые мы смогли визуализировать в реальном времени благодаря технологии НОНИТЫ. Благодаря использованию Lumen и НОНИТЫ, Rivian теперь выглядит невероятно реалистично, а также используется новый материал фреймворк, который мы сегодня представляем, это САБСТРЕЙТ. Для демонстрации возможностей САБСТРЕЙТ мы заменим цвет кузова на опал. Конечно, в реальной жизни нельзя заказать пикап Rivian с опаловыми панелями, но опал был внутренним кодовым названием для этого проекта и также является отличной демонстрацией возможностей САБСТРЕЙТ. Базовый слой моделирует переливы, преломления и отражения, которые происходят внутри опала, а на верхнем слое изображается полированная поверхность и то, как свет поглощается при прохождении через этот прозрачный слой переменной глубины. Теперь мы можем добавить слои пыли и грязи, и обратите внимание, как меняется отражение при взаимодействии со слоем пыли, и что нет артефактов при переходе от грязи к пыли и опалу. САБСТРЕЙТ представляет собой значительное улучшение гибкости и производительности для художников, работающих с материалами в Unreal Engine. Предоставляя более экспрессивную систему, она позволяет художникам создавать материалы с различными моделями затенения и комбинировать их по мере необходимости. И несмотря на увеличение сложности, это не приводит к значительным потерям производительности. Это означает, что художники теперь могут создавать крайне детализированные и реалистичные материалы для использования в кино и визуальных эффектах, не жертвы производительностью своих проектов, мы собираемся проехать под этим упавшим деревом. Все, что вы увидели до этого момента, было тщательно создано командой окружения в Куиксель. Все, что было создано после упавшего дерева, было построено с использованием нашего нового экспериментального набора инструментов для процедурного создания контента полностью внутри движка. Эти инструменты гибкие, детерминированные и ориентированы на художников. Нашим основным принципом при разработке этих систем было предоставить художникам возможность создавать инструменты для других художников. Джейкоб добавляет в мир процедурную сборку, которая взаимодействует с другими процедурными элементами в сцене, такими как русло реки. Если дизайнер захочет изменить направление игрока, Джейкоб просто переместит сборку и все элементы обновятся. Игровой дизайн является итеративным процессом, и если дизайнер вернется с новой идеей, Джейкоб сможет быстро адаптировать сборку для новых требований. Художник, который создал эту сборку, добавил несколько дополнительных элементов, которые Джейкоб может использовать для настройки ландшафта или упрощения проходимости для Rayvian. Все это возможно благодаря новой экспериментальной системе процедурной генерации контента, созданной с учетом потребностей художников. Основной идеей системы является дать художникам возможность создавать свои собственные инструменты для работы с процедурным контентом в игровой среде. Итак, мы начали с того, что вручную создали начальную часть уровня, чтобы установить визуальные и художественные направления для всей композиции. А затем создали процедурные инструменты, которые позволили команде создавать гораздо большие игровые пространства гораздо быстрее. Теперь давайте посмотрим, как мы можем использовать эти процедурные инструменты для создания больших изменений в окружающей среде. Итак, Джейкоб, давайте начнем с удаления некоторых деревьев в этой области. Конечно, это довольно просто. Хорошо, это немного слишком много, давайте вернем некоторые деревья назад. И давайте также добавим некоторые скальные образования, чтобы придать еще больше вариативности. Таким образом, процедурные системы являются детерминированными, поскольку Джейкоб экспериментирует с различными наборами входных параметров. И когда он находит набор, который ему нравится, он всегда может вернуться к нему и получить точно такие же результаты. И процедурные системы не только размещают деревья и камни, но и туманные карты, насекомых, птиц и все, что необходимо, чтобы оживить эту среду. И все, что вы здесь видели, работает в масштабе. Это окружение имеет размер 4 километра на 4 километра. Если мы скроем все процедурные элементы, мы увидим, что первоначально созданная часть окружения была сделана вручную и имеет размер около 200 метров на 200 метров. Мы считаем, что всегда будет необходимость в создании окружения вручную, поэтому мы разработали эти процедурные системы как инструменты для художников, которые работают совместно с созданным вручную контентом. Оба инструмента, Substrate и новые процедурные инструменты, будут доступны в экспериментальной форме в версии 5.2. И все, что вы здесь видели, работает в реальном времени в редакторе Unreal на компьютере разработчика с процессором Intel 13900K и видеокартой NVIDIA RTX 4090. Джейкоб, спасибо за то, что был здесь и помог нам сегодня. Большое спасибо, Ник.